У меня пару часов до вылета есть, и я решил записать вам пятерку бесконечно стойких ароматов. Кстати, такую фразу я произносил, когда я записывал обзор на Black Afghan. Всем привет, меня зовут Макс, я правда пару часов до вылета, поэтому не будем медлить. Подборку я хочу начать с красивейшего, кашемирового аромата от Linaria Nota Bianca. Мой личный совет попробовать его всем на своей одежде. Вы будете пахнуть так, как будто на вас Брюнелла Кучинелли, или Боттега Венета, или что-то очень дорогое. Он отлично подойдет как мужчинам, так и женщинам, и он отлично справляется с задачей, когда аромат правда не бестолково стойкий, а красивый и стойкий. И в принципе его можно взять на любые сезоны. Единственный минус у этого аромата, на мой взгляд, это его цена и объем. Это только 100 мл. Хотя с такой стойкостью можно было бы им и сделать и 50. Дальше ваш народный любимчик. Это каннабис фрутата от Босс 19-20. Это, да, лучший конопляный аромат в мире, который только можно найти. Это терпкий, зеленый, яркий, конопляный аромат. Его также можно использовать абсолютно при любой погоде и сезону, но в моем случае я его всегда советую на осень. И именно в такие осенние деньки. Их можно найти и в другие сезоны, но осенью он особенно красивый. Он и очень интенсивный, и шлейфовый, поэтому я бы рекомендовал еще фанатам громкого звучания все-таки дозировать и как-то не переборщить с этим ароматом. Если вы только что надушились, даже сделаете два пшика и сразу сядете в такси, я думаю, что водитель не будет рад. Так что аккуратнее с дозировкой, и эта мощная штука отлично освежит вас осенним днем и зарядит вас зеленой конопляной тематикой. Дальше аромат, который я недавно показал, и он прижился, тоже стал народным любимчиком. Parle Moi de Parfum Tamboy Niroli. Его можно найти в любом интернет-магазине, а также в каком-нибудь золотом яблоке, в ЦУМе, в ДЛТ, где угодно. Красивый амброксановый ниролевый аккорд, который напоминает Dior Sauvage. Но все подробности, конечно, я описывал в обзоре на этот аромат, но я искренне рекомендую его попробовать. У него уместная цена, как за нишевый аромат, и его легко найти. Это доступная, чистая композиция, которая придется по душе каждому. Если вы хотите себе свежий и стойкий аромат, который не будет пахнуть цитрусами, это то, что вам нужно. И если мы заговорили про свежаки, я хочу показать аромат, который я, можно сказать, не взначай упомянул. И он, как сарафанное радио, разошелся и также стал вот таким любителем публики. И всегда меня засыпают вопросами, а что, расскажи о нем. Это, конечно же, бой с парано. Это лучший аналог Авентус Крид. Это лучше, чем все Монцеры вместе взятые. Его стойкость, его диффузность, его ароматичность, она влюбляет в себя сразу. Я думаю, он настолько полюбился людям из-за того, что в нем есть все, что нужно мужчинам. Это стойкость, это безумный ароматический шлейф, который обволакивает, который яркий, но при этом он не удушает, а именно привлекает. И, конечно, здесь, в отличие от Авентуса, сохраненная вот эта вот мускусная, диффузная, древесная нотка с травами, в отличие от ананасово-фруктовой, яблочной в Авентусе. Я думаю, что вам стоит попробовать. И если вы причисляетесь к другой стороне, не ко мне, когда я говорю, что Авентуса подобные ароматы всем надоели и они очень узнаваемы, то вам этот аромат нужен. Но если вы так же, как и я, обратите внимание и будьте осторожны. Вы можете пахнуть, как все остальные. И завершает нашу пятерку один из моих самых любимых брендов Meo Fischuni и их аромат наркотика. У меня старый флакончик и наркотика самый популярный аромат у бренда. Наверное, из-за названия или просто то, что к нему из-за этого названия проявляют больше внимания. Я вам скажу, что Meo Fischuni очень любит ноту почули, как и я. И на мне она очень красиво раскрывается. Я здесь чувствую три основных ноты. Это глубокий дымный уд, холодный ладан и теплый почули. И вот этот вот сгусток энергии, который очень плотный, как и все ароматы Meo Fischuni, он просто как локомотив идет, идет с вами весь день, всю ночь. Он прилипает к вашему постельному белью, когда вы сходили уже два раза в душ. И перепрыгивает уже после того, как вы не наносили аромат на вашу одежду на следующий день. Это концентрация парфам, так еще и компоненты очень тяжелые и плотные. Все работы Meo Fischuni, они очень такие, я не хочу говорить слово, сконцентрированные. Они очень жирные, они насыщенные и они плотные. При этом их может носить абсолютно любой. Я не вижу в них какого-то возрастного ограничения или гендерного различия. Так что вы можете взять опять же себе флакон и носить на двоих со своей женой. Так что обратите внимание, присел называется на дорожку и заснял обзор. Ну что, я надеюсь, эта пятерка вам поможет приобрести своего стойкого красавца, который будет не бестолково стойкий, а красиво стойкий. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на меня в инстаграм, присоединяйтесь к нашему клубу парфюмерных фетишистов. И не пропускайте видео. Спасибо за просмотр. Всем пока.